Сугробы во дворах, сосульки на крышах и лёд на пешеходных дорожках – только часть нареканий от жителей города за эту зиму. Некоторые управляющие компании не справляются со своими обязанностями. В ходе прокурорских проверок, ряд из которых прошёл по обращению городских властей, с начала 2015 года выявлено более 600 нарушений. Оказалось, некоторые организации подавали в административные комиссии ложную информацию об уборке снега. Кроме того, чтобы убрать всю территорию, у многих компаний не хватает техники и дворников. На 100 домов, если есть один трактор, это очень хорошо в управляющей компании. Они не могут, у них нет ни единиц рабочей силы, ни единиц техники специальной, специализированной. Естественно, идя на этот рынок, предоставляя услуги этого качества, заявляя себя, они уже заведомо понимают, что они в принципе эти услуги не могут оказать. Недобросовестные управляющие компании прекратят свою деятельность уже этой весной. В апреле начнётся лицензирование. Сначала компания должна получить квалификационный аттестат. Для этого придётся пройти компьютерный тест. В нём 100 вопросов. Для успешной сдачи нужно верно выполнить 86% заданий. Решение о выдаче лицензии примет комиссия по лицензированию. С учётом оценки деятельности организации со стороны администрации, надзорных органов и самих жителей. Все лица, так или иначе, кого касается деятельности управляющей компании, должны высказать свою позицию. Эта позиция должна консолидированно собраться в комиссии по лицензированию. Комиссия лицензирования должна всё это оценить и принять уже взвешенное решение. Мы, со своей стороны, не нацелены на то, чтобы превратить в процесс повальный. Нам бы, конечно, хотелось в этом процессе отсеять те чёрные кляксы, которые у нас в этой части присутствуют. Лицензию получат не все компании. Чтобы многоквартирные дома не остались без обслуживания, в Самаре создадут две муниципальные управляющие компании, которые примут на себя весь освободившийся жилой фонд. Для того, чтобы подхватить тот жилой фонд, который высвободится после ухода с рынка недобросовестных компаний, мы возлагаем обязанности по обслуживанию этого жилого фонда на два муниципальных предприятия. Соответствующие ресурсы. Первая часть была выделена решением городской думы неделю назад, 50 миллионов рублей, для того, чтобы можно было нанять персонал, закупить необходимую технику. Получить лицензии все управляющие компании должны до 1 мая 2015 года. Павел Баймаков, Лариса Шалафас, Станислав Левин. События. Продолжение следует...